11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Сегодня вторник. В студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Рада приветствовать вас. Здравствуйте. Сразу же несколько слов о втором части. Гостем нашей студии после 12.05 станет один из юристов команды 29. Команда 29 – очень такая серьезная и полезная структура. Цензура располагается в Санкт-Петербурге. Мы уже общались неоднократно с представителями этой организации в эфире. 29 – имеется в виду 29-я статья Российской Конституции, которая гарантирует каждому из нас свободу мысли и слова, свободу массовой информации, запрет цензуры. Собственно, об этом мы с Максимом и будем говорить. Есть, кстати, уже опрос на нашем сайте и на нашей странице ВКонтакте. Как вы думаете, цензура в кировских именно СМИ присутствует? Хороший вопрос. Отсутствует? Или мне все равно? Три варианта ответа – голосуйте. Там есть ВКонтакте уже какие-то... Конечно, есть. ...результат. Конечно. Давай объявим. 64% голосуют за то, что присутствует так или иначе. На сайте хакирова.ру 100% проголосавших говорят, что присутствует цензура в кировских СМИ. Мы это обсудим во втором часе нашей программы. Но и первый час будет не менее интересным, потому что мы уже успели с нашим гостем до эфира пообщаться. И это касается абсолютно всех, потому что мы будем говорить с Романом Фисенко, кировским межрайонным природоохранным прокурором. Роман Константинович, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Мы с декабря еще пытались пригласить Романова. И вот сейчас у нас будет полная картина за прошлый год. И мы будем говорить и о нарушениях в сфере охоты и рыбалки, и о нарушениях в сфере обращения с отходами, и о свалках в том числе, и о снежных в том числе. И о рубке зеленых насаждений, и о какого качества зеленые насаждения высаживаются в нашем городе. И об ограничении свободного доступа к водным объектам. Интересные факты вскрылись. У нас, оказывается, целые озера продают частным лицам. И отдают варианты, а те ограничивают доступ. И рыбаки жалуются, и, между прочим, выигрывают по своим жалобам дела. Будем говорить о нарушениях в сфере лесного хозяйства. Как у нас рубят лес, и как нарушают, кстати говоря, права животных. Тоже неожиданно, Володя. Права животных на комфортное обитание. Может быть, мы чем чаще будем говорить о правах животных, тем чаще о собственных правах будем задумываться. Ну, и о сбросах водные объекты, различного рода вредных веществ нашими предприятиями. Это все касается абсолютно каждого из нас. Если у вас по ходу нашей программы будут возникать вопросы, у нас большая просьба, формулируйте их четко и кратко. Мы будем принимать ваши вопросы по телефону 211-101. Ну, а начнем, да, как мы и договорились. Ну, видимо, с показателей основных, да, то, что говорит о работе многих ведомств, это количество возбужденных уголовных дел, доведенных до суда, количество лиц, привлеченных к ответственности. Давайте с этой информацией. По итогам 2017 года, соответственно. Действительно, в 2017 году мы перед собой и перед контролирующими органами ставили задачу активизировать борьбу с нарушениями в сфере экологии уголовно-правовыми средствами. То есть, в целом, нам удалось не только активизировать указанную работу, но и сделать ряд новых, скажем так, открытий, которые позволили нам выявлять новые преступления, которые ранее на территории Кировской области не фиксировались. Вот в целом, в 2017 году с 33 до 44 или на 33 процента возросло число задокументированных преступлений в сфере охоты. С 48 до 70 или на 19 процентов увеличилось количество выявляемых преступлений в сфере незаконной добычи водных биоресурсов. Стабильным остается количество выявляемых незаконных рубок лесных насаждений, по которым возбуждаются уголовные дела. То есть, за 2017 год возбуждено 245 уголовных дел в названной сфере. Не уменьшается количество? Не уменьшается, да. Не уменьшается, и предпосылок для уменьшения, честно говоря, нет. А подробнее попозже об этом поговорим? Да. Вот в 2017 году мы выявили такой интересный состав преступления, предусмотренный статьей 258 Прим. 1 Уголовного кодекса. Касается он оборота особо ценных диких животных, либо их частей, скажем, чучел. То есть, у нас есть целый перечень особо ценных диких животных, которые охраняются международными договорами Российской Федерации. Например, какие? Ну, например, если говорить о птицах, это беркут особо ценный. А как раз про беркут это речь, по-моему, идет, да? Было сообщение в СМИ. По-моему, Вятские поляны имелись там в виду. Нет, не Вятские поляны, это город Киров был. Мужчина продавал? Да, мужчина продавал на сайте Авито чучела беркута. И у нас, в соответствии с действующим законодательством, оборот вообще как самих животных, так и их производных, он запрещен. Вот, если вы знаете, там на Дальнем Востоке проблема там с тиграми, там с амурскими, которые тоже являются особо ценные, с осетровыми рыбами, с русским, с амурским осетром, где люди привлекаются к уголовной ответственности лишь за то, что у них обнаружено там, грубо говоря, голову, хвосты, там и так далее. Вот, то у нас вот мы, собственно говоря, установили реализацию через сеть интернет чучела беркута. В дальнейшем мы скорректировали работу на данном направлении Министерства охраны окружающей среды, и они вот уже самостоятельно выявили два факта, реализацию еще одного чучела беркута и реализацию рогов Сайгака. То есть вот и по рогам Сайгака также возбуждено, расследуется уголовное дело, а, соответственно, по беркуту еще проводится доследственная проверка, решение окончательно не принято. А у нас сайгаки живут? Нет, это, собственно говоря, привезли. Завезены. Так же, как и беркут, он был привезен с юга России, был привезен, как было установлено в ходе. Но откуда бы не был привезен, запрещены к реализации вообще? Да, да, то есть это так же, как наркотики, оружие, то есть их запрещено хранение, реализация, вот таким образом. Серьезно ли наказание грозит? Ну, вот суд по последнему примеру, который я привел, назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ, ну и, соответственно, с уничтожением вот этого объекта, окружающей природной среды. Да, интересно, направляют этих товарищей на работы, вот. Ну, по... Что они делают? Хорошо бы их куда-нибудь в питомнике... Дороги чистить. Ну, из-за этого гражданина, который был осужден, я сказать ничего не могу, потому что он проживает на территории города Сочи, да, то есть у него здесь хранился просто вот объект животного мира, и, соответственно, органы местного самоуправления, то есть администрация города Сочи будет определять место, где он будет отбывать. Так, еще что по уголовным делам? Все озвучили мы? Ну, в целом, наверное, все по уголовным делам. У нас вот значительный рост уголовных дел в сфере незаконной добычи водных биоресурсов, то есть если раньше... Это то есть в сфере рыбалки? Да, рыбалки. То есть здесь мы изменили практику правоохранительных органов. Если раньше была установлена обычная сеть рыболовная, да, и там при изъятии сети не было обнаружено объектов там водных биоресурсов, рыбы... То есть рыбы не было? Рыбы не было. Сеть пустая, да? Да, сеть пустая, там, как правило, отказывалось от возбуждения уголовного дела по причине того, что отсутствует ущерб. Вместе с тем там у нас есть... А сеть уничтожается при этом? Да, да. Сжигается. Да. Но у нас есть такой квалифицирующий признак, как способом, который угрожает массовому истреблению водных биоресурсов. И в определенных случаях, то есть я не буду озвучивать, в каких, если там длина сети позволяет и так далее. Эхтеолог дает нам заключение, что сеть угрожает массовому истреблению. Вот в таких случаях мы стали использовать практику о возбуждении уголовных дел, и у нас успехом они проходят в судах. Даже при отсутствии добытых водных биоресурсов. Это вот с этого года, с прошедшего началось, с 17-го? Мы начали потихоньку в 16-м году, но активно в 17-м году эта практика применялась. Все, прецедент создан, практика на стороне прокуратуры. Да. То есть почему мы, из чего исходили? То есть можно у нас бросить электроудочку и не поймать ничего, а можно там на спиннинг, грубо говоря, с какими-то нарушениями поймать значительное количество рыбы. И поэтому общественная опасность, если человек бросает электроудочку и ничего не поймал, она больше, даже если он ничего не поймал. Так же и с сетями. Если сеть перегораживает полностью весь водный объект. В таких случаях мы принимаем решение, и правоохранительные органы возбуждают угол. Роман Константинович, мне интересно, а эксперт-эхтеолог это специалист какого учреждения? Где у нас такие есть? Ну, эксперт-эхтеолог, он не обязательно эксперт какого-то учреждения, то есть он должен обладать необходимым образованием. У нас есть такие хирургические образования? Аккредитация, как это должно быть? Да, у нас есть их немного. У нас есть, но их немного. Поэтому они в нерестовый период, то есть загружены работой, но есть. Это вот в наших университетах, наверное, работают? Нет, ну они работают, может быть человек просто там находиться и на пенсии работать, то есть давать заключение. Они, видимо, специально, собственно, занимаются сотрудничеством с различными структурами, то есть делают экспертизы и так далее. Это просто научные деятели или тарабаки? Это кто это? Нет, ну, конечно же, это человек, который профессионал своего дела, который там достаточно много времени отработал в сфере рыбного хозяйства, который обладает специальными познаниями в этой сфере. Понятно, ну просто было любопытно, действительно. Это, видимо, старые специалисты, старые закалки. Да, я тоже подозреваю, что это люди, которые вышли уже на пенсию. Есть у нас смена-то таких экспертов? Не готов сказать, не анализировал. Да, это хорошая тема. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты и продолжим с нашим гостем Романом Фисенко, Кировским межрайонным природоохранным прокурором, обозначать те и уголовные дела, и нарушения, и исправления, которых удалось добиться в 2017 году. Роман Фисенко, Кировский межрайонный природоохранный прокурор в нашей студии. Мы с ним говорим о том, какие уголовные дела были заведены в прошлом году в сфере нарушений природоохранного законодательства, какие изменения произошли. А мы видим, что они есть, эти изменения. И вот сейчас мы переходим к охоте. Какие там нарушения существуют? И я знаю, что у вас тоже новшества есть, как вы сказали, открытие, которое позволяет больше процедур производить с нарушителями. Охотники-рыболовы, внимание, то, что вы считаете сейчас своей удачей рыбацкой для охотника, это может оказаться противозаконным. Ну, сейчас послушаем. В целом, как я уже сказал, работа охоты инспекторов активизирована по выявлению преступлений в названной сфере. То есть за счет чего активизирована? За счет того, что у нас действующее законодательство об охоте возлагает на охот пользователей, на организации, которые владеют охотугодьями по хозяйственным соглашениям. Данное законодательство возлагает на охот пользователей обязанность осуществлять производственный охотничий контроль. То есть, по сути говоря, каждый охот пользователь должен иметь в своем штате инспекторов, так называемых общественных, можно их назвать, которые должны бороться с нарушениями правил охоты на подведомственной территории охот пользователей. Кто такие охот пользователи? Охот пользователи — это организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые по соглашению владеют участками, на которых производится охота. Больше 80. Владеют или в аренду все-таки берут? Заключают охотпольское соглашение. Поэтому охотпольскому соглашению им предоставляется охотугодья. А инспектора, вы сказали, на общественных основаниях. Что это значит? Они не то, что на общественных основаниях. Они по трудовому договору работают с охотпользователем, с организацией, но выполняют общественные функции по выявлению, предупреждению как и административных правонарушений, так и преступлений. Они работают за деньги? Они работают за деньги. Они имеют квалификацию? Они проходят обучение соответствующее и вносятся в реестр охоты инспекторов. И вы их всех знаете? Ну нет, я всех там большое количество. Ну прокуратура знает, имеет списки. Ну списки там, да, больше 140 человек в эти списки включены. То есть почему-то это такое новшество. То есть мы обращали внимание Министерства охраны окружающей среды о том, что у нас не все охотпользователи выполняют обязанности по созданию штата вот таких инспекторов. А вот создание этого штата, оно позволит инспекторам, которые у нас работают в учреждениях государственных, освободить свои ресурсы для осуществления контроля за соблюдением правил охоты на общедоступных охотничьих угодьях, которые никому не предоставлены. А все-таки на тех охот угодьях, которые предоставлены непосредственно юридическим лицам, предпринимателям, мы полагаем, основная обязанность по обеспечению состояния законности возлагается непосредственно указанное юридическое лицо с помощью вот этих охотничьих инспекторов. Это очень интересно звучит, потому что получается арендатор участка, охотпользователь, как вы говорите, сам нанимает человека, ему платят деньги, и он же его должен и контролировать. Нет, не его контролировать. Там же на этом вот те люди, которые занимаются браконьерством, они же браконьерством занимаются на том охотугодье, который предоставлен... А охотпользователи заинтересованы, получается, тогда в том, чтобы им помогал такой инспектор предотвращать нарушения? Да, совершенно верно. И вот у нас в 2017 году, то есть вот эта работа активизирована, дополнительно 80 инспекторов у нас появилось, то есть всего их там порядка 140. И основное внимание от инспектора охотнодзора учреждения нашего государства, то есть они уделяют внимание непосредственно общедоступным охотничьим угодьям. А обучает кто вот этих инспекторов? Министерство. Министерство природы охраны окружающей среды. Охрана окружающей среды нашей региональной, да. А вот вы еще говорили, что что-то с изъятием оружия охоты, вот сейчас какие-то изменения произошли. Ну, не то, что произошли изменения, мы видим, что достаточно будет сильным обстоятельством для профилактики нарушений сферы охоты, это изъятие оружия и боеприпасов у лиц, которые осуществляют охоту с нарушением правил охоты. То есть вот мы проанализировали административную практику, к сожалению, пришли к выводу, ну, за нарушение правил охоты, пришли к выводу о том, что не по всем фактам грубых нарушений правил охоты у нас изымаются орудия охоты, боеприпасы, и в дальнейшем при рассмотрении административных дел, ну, соответственно, не конфисковываются вот эти оружия и боеприпасы в пользу государства. А какие самые распространенные нарушения правил охоты? Без документов разрешительных охота, без разрешения на оружие, вот, имеются факты. То есть не берут лицензии, не платят за хранение оружия? Ну, не платят, не имеют при себе разрешения на охоту, не имеют разрешения на оружие, вот, движение в транспортном средстве, распространенный факт, с расчехленным охотничьим оружием, то есть у нас запрещено охотиться с применением транспортных средств, там, ну, за исключением, там, чем охоты на волков, вот, и мы полагаем, что вот серьезным таким аспектом, в целях профилактики таких нарушений, потому что протоколов административных составляется много, там, порядка 400, там, в год, да, вот, когда будет изыматься оружие, вот те люди, которые, оружие дорогостоящее, вы знаете, вот, вот, ну, я думаю, что порядок будет у нас высох. А когда будет изыматься? Ну, понимаете, мы сейчас говорим, что не по всем фактам при наличии оснований оружие изымалось. А вы хотите добиться того, чтобы по всем? А мы хотели, да, за нарушение грубых, за нарушение правилов, залупивающие факты, да. Что этому мешает-то все-таки, что нужно сделать? Ну, вот, я думаю, сейчас после рассмотрения наших мер прокурорского реагирования, как в госучреждении, так и в министерстве разберутся, выработают конкретные меры, в частности, мы видим издание приказа, которое конкретно регулирует, в каких случаях инспектор обязан изъять орудие охоты. И это тоже Министерство природопользования? Министерство, да. А помогает ли вам в этом смысле интернет, как вот вы сейчас пример с авито и чучелом беркута приводили, потому что очень многие охотники, они же любят так, это лихо сидя на снегоходе с расчехленным, значит, ружьем и с убитым животным фотографироваться. Вот на это вы реагируете? Это является нарушением? Расчехленным? Сеть мониторить, вы вообще? Ну, сеть мониторим, то есть у нас таких фактов не было и достаточно тяжело установить. То есть если там имеются фотографии с добытым объектом животного мира, то есть тяжело установить, имеет ли этот человек разрешение на добычу или не имеет, то есть имеется у него охот билеты или не имеется. Ну и в целом вот в сфере охоты мы продолжаем выявлять факты, когда лица, которые судимы за различные роды преступления, в том числе в сфере незаконного оборота оружия, они не лишаются охотничьих билетов. То есть это одна из таких предусмотренных законов мер по профилактике нарушений в сфере охоты. То есть вот мы исходим из того, что раз у нас имеется норма в законе, то есть если гражданин судим за умышленное преступление или незаумышленное преступление, то есть он в обязательном порядке должен быть лишен охотничьего билета. потому что у нас там нет какой-то иллюзии, что если человек пошел на умышленное преступление, то он будет соблюдать правила охоты в лесах, тем более мы знаем, как у нас зачастую охота проводится. Поэтому вот здесь еще в полном объеме порядок не наведен, там как бы большой пласт работы. Мы со своей стороны проводим сверки с информационным центром МВД и выявляем таких лиц, требуем от полномоченных органов о том, чтобы они принимали меры к лишению вот таких охотников, охотничьих билетов. Давайте еще про лес поговорим, у нас 4 минуты до перерыва осталось, останемся в лесу и будем, и поговорим о как раз рубке, нет, про лес, о рубке. Вы сказали, что не уменьшается количество незаконных рубок. 245 вы привели, да, цифру. Хотелось бы понять, почему она не уменьшается, это количество, потому что ведь создана эта система, которую нам правительство не раз запрезентовало как достижение, да, вот эта вот система наблюдения, электронная карта, ГИСЛЕС и прочее. И второе, о чем бы здесь хотелось сказать, это нарушение в сфере проведения санитарных мероприятий по восстановлению леса. Тут вы еще сказали, что нарушается право животных, и за это тоже теперь придется платить вот этим нарушителям. Ну, в целом, положительные моменты реализации нововведений, которые там и на федеральном, и на областном уровне приняты, те правоакты, которые на сегодняшний день реализуются, они есть. То есть, в целом, объем-то незаконных рубок, он снижается. То есть, вот, по-моему, на прошлом эфире я говорил, что у нас несколько лет назад введена практика уголовной ответственности арендаторов лесных участков за так называемые перерубы, когда вроде как бы они на законных основаниях осуществляют рубку, но тем не менее выходят там за порубочные столбы там и так далее. То есть, у нас достаточно количество, ну, большое там арендаторов привлечены, там не только арендаторов, там их мастеров леса привлечены к уголовной ответственности, да. И поэтому вот со стороны арендаторов лесных участков вот количество таких фактов, оно снижается. Вот. И, соответственно, наибольший объем ущерба, который причиняется на сегодняшний день незаконными рубками, вот, ранее причинялся, он был связан как раз с рубками стороны арендаторов лесных участков, потому что у нас 73% лесов там переданы в аренду. И поэтому вот основную проблему доставляли арендаторы, не так называемые, там, черные лесорубы. А сейчас? Ну, сейчас потихоньку, вот, в связи с тем, что у нас действуют ЕГИСы, ЕГИСы действуют, действует там еще ряд правовых актов, вот количество таких рубок незаконных стороны арендаторов лесных участков, он снижается. Серьезно снижается? Да. Каков процент? Ну, по процент, вот у нас 39 незаконных рубок из 245, вот они совершены арендаторами лесных участков. Самое главное, что снижается объем ущерба, который причиняется вот этими незаконными рубками, то есть он снижен в разы, вот. Но, тем не менее, вот... А как вскрываются эти вещи, Роман Константинович? Поясните, пожалуйста, как эта информация вам поступает? Рождеоохранная прокуратура? Ну, здесь, в принципе, мы сами, вы выявили только в 2017 году пять незаконных рубок, остальное все ложится на плечи должностных лиц Министерства лесного хозяйства и сотрудников правоохранительных органов на местах. То есть, есть у нас совместные комиссии, которые выезжают в район и проверяют непосредственно и работу лесных отделов, и выходят на места рубок, которые там арендаторами в целях, ну, совершены, в целях контрольного, так называемого, освидетельствования мест рубок, для того, чтобы понять, вот, насколько лесничий на месте достоверно ставил акт освидетельствования, нет ли там иных нарушений, там, связанных с неочисткой и так далее. Все-таки вы сказали, что 16% незаконных рубок сейчас арендаторами производится, а оставшиеся 84% кто производит? Это кто такие? Ну, граждане. А что, на дровах, что ли? На дома? Ну, не всегда на дрова, не всегда. Велики ли объемы этих вырубок? Или все-таки вот по объему арендаторы больше вырубают, чем вот граждане? По объему арендаторы, к сожалению, еще больше. Все равно больше. То есть, количество меньше, а объемы все равно больше. Да, не пояснили по поводу ущерба-то, собственно, причиненному животному миру. Ну да, то есть, вот практика нам введена предъявление исковых заявлений пока к арендаторам лесных участков, которые совершили незаконные рубки. с целью того, чтобы они возместили не только ущерб, который причинен лесам, но и возместили ущерб животному миру. То есть, мы в 2017 году пробно направили три исковых заявления. Все заявления удовлетворены. То есть, взыскан ущерб животному миру на сумму порядка 120-130 тысяч рублей. То есть, суммы немаленькие, но мы полагаем, что это в том числе является профилактикой незаконных рубок со стороны арендаторов лесных участков. Это в какой бюджет поступает? Это в местный бюджет поступает. В местный бюджет, в муниципалитет. В муниципалитет. Хочется понять, получают ли ежики и белочки компенсацию за нарушение собственных прав. Зайчики или лисички. Давайте сейчас прервемся буквально на две минуты и перейдем к зеленым насаждениям городским. Продолжаем дневной разворот. У нас в гостях Роман Фисенко, Кировский межрайонный природоохранный прокурор. Мы обещали, что поговорим о зеленых насаждениях городских. И здесь нас, конечно, каждый раз с Володей удивляет, когда мы слышим эти цифры, какое количество деревьев вырубается, как бы их ни называли. Поросы, там канадский клен засоряет, бла-бла-бла. Но их несколько тысяч вырубаются, сажаются. Несколько сотен всего деревьев. И это всегда вызывает вопросы у жителей. Зеленый город может превратиться и в незеленый вовсе. Что у нас происходит с зелеными насаждениями городскими? И кроме количества, хотелось бы, конечно, и про качество поговорить. У нас к этому тоже вопрос. Кстати, вот недавно глава администрации Илья Шульгин раскритиковал наш город за обилие кустарника. Вот что с ним, если его вырубать, это тоже будет нарушение каких-то? Это он говорил про поросель, вот этого канадского клена как раз, что вот все заросло. Город напоминает небритое лицо сильно пьющего мужчины. Да, все заросло вот этим. А меня, конечно, вот всегда удивляет, что когда отчитываются еще про подсаженные деревья, приезжала недавно мимо Кучерского парка очередной раз и другие. Это не деревья, это такие прутики растущие, вот такие вот, сантиметров 70-150 максимум. И когда они превратятся в полуоценное дерево. Что у нас с этим происходит, Роман Константинович? Ну, в первую очередь, хотел бы сказать, что вот с 2013 года, с момента организации природоохранной прокуратуры, мы вникли в эту проблему. То есть первое, что мы сделали, это проанализировали состояние борьбы с незаконными рубками уголовно-правыми средствами. И здесь, как бы, также пришли к выводу, что не всегда правоохранительные органы объективно дают оценку наличию состава преступлений, там, незаконной рубки, нелесных насаждений на территории города Кирова. То есть если у нас там до 2013 года вообще уголовные дела по незаконным рубкам не возбуждались на территории города Кирова, мы проанализировали все материалы об отказе возбуждения уголовного дела и пришли к выводу о том, что, ну, зачастую там решения не соответствовали закону об отказе возбуждения уголовного дела. То есть когда у нас уголовный кодекс предусматривает ответственность в том числе за незаконную рубку нелесных насаждений, то есть деревьев, которые произрастают на территории там населенных пунктов и так далее, у нас зачастую там правоохранительные органы отказывали возбуждение уголовного дела. А поясните, пожалуйста, что есть незаконная рубка на территории города Кирова? Безразрешительная документация. То есть, например, ну, вот во дворе... Дерево управления должно выдать разрешение. Во дворе, например, нависает дерево над машиной. Автовладелец решил это дерево спилить. Незаконно? Нет, надо здесь исходить. Проблема заключается в том, что на общедомовой территории, которая, по сути, является собственностью, да, там, ТСЖ, там, там, собственников жилья, там и так далее, они вправе принять самостоятельное решение, если деревья произрастают на общедомовой территории и снести зеленые насаждения, то есть без получения там каких-то иных... Прекрасно. И поставить машины. Вот. Собственник, собственник земельного участка, там, так же, как вот там дачник, вот, он вправе, если у него земельный участок в собственности, он срубит дерево вправе на этом земельном участке. На своей территории. На своей территории, да. Это если только он его дачник, только если посадил, а если там дерево росло до приобретения участка, он не может его вырубить. Собственники земельных участков вправе сносить деревья по своему усмотрению. — Ну подождите, Роман Константинович, я пыталась ёлочку на собственном участке вырубить на даче. Мне сказали, что я обязана обратиться в муниципалитет Посеговский, там должна быть создана комиссия, я должна предоставить план, что эта ёлочка не росла до меня на этом месте. Правда? Ты помнишь эту историю, Володя? — Да-да-да, я вспомнил. — Да. И, значит, целая комиссия должна выйти туда и посмотреть, сколько лет этой ёлочке и сколько лет участку приобретённую мною. Потому что если она росла до меня, то нельзя рубить просто так. — Значит, вот что хочу сказать. По многим крупным земельным участкам, которые предоставлялись в собственность, там, организациям и так далее, то есть органы местного самоуправления, они принимали меры, ну, скажем, там, в договоре предусматривали условия о том, что не вправе врубать, если там большое количество имеется зелёных насаждений на этом земельном участке, не вправе там собственник земельного участка вырубать без согласия собственника, ну, то есть администрация. — Администрация города Кирова. То есть вот такие были ограничения, где это накладывалось. Уголовной ответственности за рубку там нелесных насаждений на собственном земельном участке её нет. То есть нельзя привлечь к уголовной ответственности человека, который вырубил дерево на своём земельном участке. — А к административной? — Ну, к административной тоже нет. — То есть захотели во дворе всё, под корень вырубили? — Да. Поэтому вот у нас ситуация поменялась с незаконными рубками. Вот за 15-16 год там всего возбуждено 28 уголовных дел о незаконных рубках на территории города Кирова. — Насколько они масштабны, эти рубки? — Нет, ну, там они не масштабны. — Не масштабны? — Не масштабны. Единицы деревьев, да? — Да, единицы. Ну, то есть достаточно ущерба там 5000 рублей для оценки. — Что касается с рубкой зелёных насаждений и сносом так называемых аварийных деревьев, то вот статистика, которую мы имеем от муниципального учреждения дирекции зелёного хозяйства, то есть вот за 2017 год у нас вырублено 2400 деревьев, посажено 400. В 2016 году 2700, посажено 1200. В 2015 свыше 2000, посажено 800. — А вы им задали вопрос, почему 400, а не 1000 хотя бы как в 16-м году? — Не имеете ли вы рычаги воздействия на озеленительное ведомство? — 2400 и 400. — Ну, к сожалению, на каком-либо уровне нормативов, рекомендованных каких-то обязательных нормативов, которые требуют восстановления, посадку деревьев, которые там равняются вырубленным деревьям, таких правовых актов, к сожалению, нет. Поэтому здесь депутаты районной думы, когда принимают бюджет, соответственно, принимают расходную часть и видят, сколько денежных средств идёт на посадку деревьев, должны каким-то образом понять, сколько у нас деревьев вырублено, сколько будет посажено. — В ноябре месяце я выступал перед депутатами, то есть я обозначал эту проблему. — Перед городскими? — Перед городскими, да. И говорил о том, что проблема есть, люди её видят, общественные организации её видят, но мы как надзорные органы сделать ничего не можем, потому что требования закона, которые обязывает муниципалитет стремиться к какому-либо нормативу к посадке деревьев, его нет. Со своей стороны мы, конечно, об этой проблеме информировали и главу города Кирова. — То есть городской парламент может выйти с такой инициативой, кто-то из депутатов, вынести всё это на обсуждение, так? — Это полномочия городской думы. — Да. Я думаю, что, возможно, даже это закрепление в правилах благоустройства, которые у нас, думаю, утверждаются. — Вы знаете, какая интересная история? За вырубку каждого дерева платятся деньги, насколько я помню, да? — То есть если на территории муниципалитета, муниципалитет затрачивает эти деньги. Если нужно вырубить на территории двора, то ведь нужно вызвать там службу и заплатить тоже какие-то деньги. И вот эти все деньги, они собираются, по-моему, до 6 тысяч вырубку одного дерева стоит. Если я не ошибаюсь, нам тут рассказывали по благоустройству. — Я не Владивилен Сомаков. — Приходил ещё Вячеслав Николаевич. Сумма набегает безумная. А когда смотрят, сколько выделяется денег зелёному хозяйству, или даже всему Министерству экологии и природопользования на экологические проекты, хочется плакать, правда, действительно. Просто копейки, вот правда, совершенно низшие. — Ну, тем не менее, то, что статистические данные приводят по посадкам, всё это мы ежегодно проверяем. — А какого качества посадки? — Ну, претензий мы не имеем. — Роман Константинович. — Претензий к посадкам мы не имеем. — Серьёзно? — Да. — То есть вот эти прутики, они вас абсолютно радуют? — Прутики прутиками, то есть там сразу как бы не вырастут деревья, такие многолетние. — То есть нормативов нет у нас, что нужно сажать деревья, у которых хотя бы несколько ответвлений, качество, значит, и здоровье этого дерева, выращено, что оно должно быть выращено в питомнике, не заражено всякими разными жучками. Это два нет ничего. — Нет, это требование есть. То есть мы видим, что сажаются саженцы, то есть саженцы, грубо говоря, даже пересчитываемый раз, да, какое количество саженцев было посажено. Здесь вот, откровенно говоря, при посадке мы претензий каких-либо предъявить не можем. — То есть всё равно тоже депутаты решать могут, какого вида саженцы в этом городе будут высаживаться. Там 70-сантиметровые прутики или полутораметровые, трёхметровые деревья? Или нет? Кто это регулировать может? Можно правила как-то изменить? Ну, я думаю, что посадочный материал, на него имеются сертификаты соответствия, и поэтому, если там имеются сертификаты на этот посадочный материал, то здесь какие можно претензии предъявить? — А сертификаты кто проверяет? У нас нет питомника. — Это, видимо, прерогатива Россельхознадзора, наверное. Это ведомство должно следить. Ну, почему? Могут лесопатологи, лесопатологи и так далее. То есть, ну, деревья сажаются. То есть, сажаются. Понятно, что не сажаются там сразу такие многолетние деревья или кустарники, которые уже там произросли, на которых имеется растительность. Но требований в законе такого нет. — Так вот кто это регулирует всё-таки? Вот московский муниципалитет или Татарстан, Казань отрегулировала, а у нас кто это может отрегулировать? Чтобы сажались сразу деревья, а не палки. — Ну, а чтобы эти деревья взять, и вот таких питомников, ну, везде у нас питомников, которые вот действуют и для целей, скажем, арендаторов лесных участков, которые занимаются восстановлением. То есть, все сажают непосредственно саженцы небольшие. То есть, лесной кодекс у нас... Лесной кодекс там не предусматривают, потому что там многолетние деревья были там высажены, да, где-то каким-то образом. То есть... — А мы про город сейчас говорим. — Ну... — Тот кто может предусмотреть? — Требований на федеральном уровне о том, чтобы... — Их нет. — То есть, только муниципалитет, муниципальные депутаты, правильно я понимаю, или нет? Могут правила новые внести? — Ну, откровенно говоря, не готов я сразу ответить, что у нас... — Ну, правильно сказали, что не готовы, не готовы, так честно. Я помню просто инициативу общественной палаты Самары или Саратова, она несколько лет назад выходила с инициативы, у нее есть зак инициатива, восстановить такое правило, чтобы на одно вырубленное дерево сажались четыре новых. — Поддерживать саратовских инициативных граждан. У нас со временем программа подошла к концу. Мы обещали, что поговорим о доступе к водным ресурсам. Мы сделаем по этому поводу отдельную, видимо, программу. И еще одна очень важная тема — это о сбросах, которые осуществляет предприятие в наши речки и озера. Здесь тоже достигнуты природоохранной прокуратурой определенные хорошие результаты. И эта тема напрямую связана с нашим проектом «Малые реки Кирова» и «Ленточные парки». И давайте мы ее вот туда, эту тему возьмем, потому что мы знаем, что Министерство природопользования и экологии уже добивается совместно с вами определенных результатов, и это позволяет уже двигаться по пути очистки малых рек с целью их благоустройства дальнейшего. Вот мы можем там подробно разобрать в том числе и этот момент. Договорились, Роман Константинович? Договорились. Роман Фисенко, Кировский межрайонный природоохранный прокурор. Первый час дневного разворота завершен. Сейчас новости, тематические программы и реклама. Вернемся в начале следующего часа.